Привет! Продолжаю вас знакомить с тем, чего я интересного читаю. У меня в руках вот эта небольшая книжечка, которая называется About a Boy, автора Ник Хорнбей. Книжка не новая, она вышла еще в середине 90-х, и причина, по которой я решила ее прочитать сейчас, очень проста. Эта книга одна из двух рекомендованных Кембриджем для написания эссе в экзамене CPE, Cambridge Proficiency. Что я имею ввиду под рекомендованы? CPE у нас один экзамен последний, в котором остались, остался жанр написания сочинения или статьи или ревью определенной книги, и каждые два года они выпускают два рекомендованных имя романа, прочитав которых, на основе которых можно написать одно из заданий по выбору в части письма, естественно. И с 2020 года, вот, собственно, по 2021 включительно, эта книжка, одна из двух, оказалась в этом списке. Поэтому, если, например, вы собираетесь сдавать CPE в 20-м году или в 21-м, можете тоже прочитать ее и, если вам нравится этот жанр, написать что-нибудь по этому поводу. Собственно, для меня это была единственная причина, почему я решила взяться за эту книжку. Просто интересно, чего там такого, почему Кембридж ее избрал. Как я сказала, книжка написана в середине 90-х, и наверняка многие из вас про нее или слышали, или читали, или даже смотрели фильм. Вот тут даже на обложке Хью Грант с мальчиком. Сразу скажу, что фильм я не смотрела, потому что книга мне не сказала, чтобы сильно понравилась. Про что? Про мальчика-подростка, у которого очень депрессивная мама, хиппи. Мама настолько депрессивная, что периодически пытается покончить с собой, и мальчику, как вы понимаете, от этого не очень живется хорошо, и он в какой-то момент находит себе друга, именно что друга, в роли вот этого вот товарища, которого играет Хью Грант, и мальчик, в общем, начинает к нему активно ходить в гости, как-то с ним общаться и пытаться втянуть его в свою жизнь. Детчика этот такой классический повеса, чем-то мне даже Евгения Онегина напомнила, такой молодой, бездельник, с деньгами, и вообще все у него хорошо, ничего ему не надо. И вот на него, значит, этот мальчик сваливается, которому хочется общения, какой-то, наверное, фигура отца в его жизни. Вот, собственно, с этого-то все и завязывается, и книжка, ну, можно сказать, про их отношения, про то, как они там развиваются и выстраиваются. Книжка маленькая, читается за два вечера. По языку она очень легкая, и, честно говоря, вот, когда читаю это, у меня было ощущение, что это не для proficiency надо было, а для FCE давать, потому что ничего особенно интересного я не нашла там в смысле вокабуляра. Там есть фразовые глаголы интересные, и если вам, так сказать, вот по языку что-то присматриваете, то, да, простой, очень доступный разговорный понятный язык с некоторыми интересными оборотами, с, ну, десятком другим прикольных фразовых глаголов. Меня, честно говоря, удивил выбор Кембриджа и в пользу этой книги, потому что, честно говоря, книга незамысловатая, прямо скажем. По языку, как я сказала, ничего особенного. И по сюжету, ну, честно вам скажу, вы знаете, читая эту книжку, мне очень сильно хотелось каждому из героев выдать по психотерапевту и по окружить их, так сказать, теплотой и пониманием, потому что все это как-то вот, честно говоря, всех их было жалко, и очень хотелось их пожалеть, и вот прямо прописать им немножко психотерапии. Может быть, тогда бы их жизнь стала прекрасной. Ну, это моя перспектива, но я не знаю, может быть, вы что-то для себя найдете там такое более близкое и понятное. Вот, еще, конечно, удивило количество непечатной лексики там, потому что тоже немножко как-то вот я думаю, ага, интересно, почему не профишинцы выбрали такую книгу с таким количеством непечатной лексики. Ну, я думаю, что никто из нас в обморок не упадет от этой непечатной лексики, тем более на английском, не то чтобы прямо такие чувствительные. Вот, так что если вы хотите что-то такое легкое, незамысловатое на пару вечеров или подумаете о том, чтобы написать эссе на CP в ближайшие два года, вот можете подарить себе такой вполне easy read. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если оно вам понравилось, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Пока-пока.